так хочу объяснить принципы измерения расхода то есть это труба измерительная выхлопная вот значит внутри трубы на входе расположены соломинки для коктейля вот такого вот плана обычные вот они плотно установлены вот они нужны для выравнивания потока то есть для устранения турбулентности более-менее выравнивание скоростей потока то есть примерно находится вот отсюда до сюда примерно вот вот такой вот длине то есть видно что сейчас так наверно будет лучше то есть вот таким вот образом установлены вот далее самая интересная часть измерительная часть то есть это штуцер для отбора статического давления то есть видно небольшое отверстие на стенке вот все отверстие вот это сейчас покажу по-другому немножко так отверстие получается вот вот это отверстие для отбора статического давления это отверстие вот оно вот это для установки трубки питон убар для отбора полного давления собственно вот трубочка питон убар то есть обычная трубка питон вставляется ну понятно в общем-то те кто знают то есть измерение приходится делать на разных сечениях трубы в центре и ближе к стенкам для того чтобы получить среднее значение полного давления вот в данном случае в трубочке сделано несколько отверстий они соответствуют определенным определенным радиусом от центра и таким образом мы имеем сразу усредненное давление то есть такие трубки называются питон убар вот то есть вот она вставляется здесь специально сделана резинка которая достаточно плотно облегает эту трубку вот ну и учитывая что давление здесь небольшое естественно утечки здесь практически нет сейчас я установлю и покажу то есть вот видно как вставляется трубочку вот отверстие ну естественно они должны быть перевернуты то есть вот таким вот образом вот и плотно засаживается вот если видно специальные метки то есть они должны стать вот так и здесь такая же меточка вот ее видно вот то есть мы небольшим движением руки то есть поворотом мы ловим максимальный перепад давления который показывает манометр вот таким образом удостоверяемся что установлена она правильно в итоге мы имеем два штуцера то есть это отбор статического давления это отбор полного давления разница между ними дает динамическое давление которое нужно для расчета расхода воздуха и так теперь вот я собрал такую небольшую схемку то есть измерительная труба вентилятор вот ну и регулятор напряжение вот то есть сейчас мы сможем значит теперь манометр вот он подключается что одна трубка подключается к штуцеру статического давления вот вторая трубка подключается к штуцеру полного давления вот сейчас я выставлю более-менее манометр ровно вот и можно будет наблюдать измерение разницу между полным давлением и статическим давлением так сейчас я включаю вентилятор а а а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, зная перепад давлений, зная диаметр трубы внутренний и температуру воздуха, мы можем рассчитать секундный или часовой расход газа, в данном случае воздуха, в единицу времени. Сейчас измерим более точно, какой максимальный перепад создается при работе вентилятора. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... еще раз будет так виднее думаю вот таким вот образом